Unity 3D Study.ru. Научитесь создавать игры. Ну что ж, всем привет. Мы начинаем наши интернет-курсы по Unity 3D, а именно по созданию мобильных игр и заработок на них. Расскажу немножко про курс, что в этом комплексе видеоурока я расскажу о том, как создать проект, подготовить проект именно под Android. С Mac OS пока будут немножко задержки. Я потом расскажу про Mac OS, как создать... Потом, как создать игру под iOS. Ну, то бишь, сделать все на Mac OS. Вот, как это все настроить именно на системе Macintosh. Ну, а сейчас пока только чисто под Android. Расскажу, что вам нужно для начала установить, чтобы подготовить проект для начала работы. В первую очередь, давайте посмотрим, что я создал абсолютно чистый проект. Проект называется Mobile Game. Я думаю, вы знаете, как создать проект. Вот, в принципе, это несложно. Вы запускаете программку Unity 3D первый раз. Если не первый раз вы ее запускаете, вы нажимаете файл New Project. Затем здесь указываете путь к своему проекту и в конце название проекта. Ну, в принципе, это все понятно. Вот. Ну и, если вы как бы запустили в первый раз Unity, то вам само предложат создать новый проект. Ну, для начала давайте я расскажу, что вам нужно сделать, а именно, какой вам софт нужен для того, чтобы все нормально работало и вы смогли спокойно создавать игры под Android. Почему пока только под Android? Потому что iOS требует, ну, я опять же повторюсь, Mac OS. А Mac OS у меня, к сожалению, пока нету. Но эта проблема в скором времени решится. А именно с помощью виртуальной машины. Я думаю, с этим мы разберемся. Вот. Ну и давайте начнем рассматривать, какой софт именно вам нужно. Давайте я открою первый скриншот. Вот. Ну, для начала вам нужно зайти на такой сайт, как oracle.com и скачать отсюда несколько файликов, а именно это gdk и gre. Вот именно так. Первым делом вы нажимаете на кнопочку Download. Ссылка будет в описании. Нажимаете на кнопочку Download, именно gdk. Затем нажимаете здесь галочку Acept License Agreement. Вот. После чего вы можете скачать любое из ниже предложенных софтов. Ну, нам нужен именно Windows X64. Вот. Вы его скачиваете, вот этот файл. Ну, в моем случае это 64 бита. Ваше может быть 86. В принципе, это особо не важно. То есть, ну, какая у вас разрядность системы, такое вы и скачиваете. Далее вы переходите на... Сейчас я перейду обратно. На страничку назад. Вот. Это опять же на начальную страничку. И нажимаете на Download под gre. И затем вы, опять же таки, нажимаете, что вы согласны с лицензией. И выбираете тоже Windows. И здесь я вам советую скачивать .exe файл, а не .tar.gz. Я не знаю, формат немножко непонятен. Но вы скачиваете именно .exe файл. Вот здесь видите, есть Windows X86 и Windows X86 и X64. И теперь exe файлы. Вот вы их скачиваете и устанавливаете. После чего... Вот я здесь нажал I kept license agreement. Затем у вас появится вот такая надпись. Спасибо, что вы приняли лицензию Oracle. И можете скачать. После чего вам нужно перейти еще на такую страничку. Вы скачаете... Секундочку. Вот два таких файлика. Это вот... Вот gdk и gre. После чего вам нужно скачать Android SDK. С ним немножко посложнее. В плане его найти немножко сложнее на официальном сайте. Но я вам сейчас все расскажу. Для начала вы переходите на страничку developer.android.com.sdk.index.html. Ссылка, опять же, будет в описании. И затем вы нажимаете на кнопочку Download. И здесь выскакивает контекстное меню, где вам предложено установить SDK. Install the SDK. Затем, после того, как вы перешли в этот пункт, вы можете выбрать либо Android Studio, либо Standalone SDK Tools. Нам именно нужен Standalone SDK Tools. Вы нажимаете на Standalone. Затем вас перебрасывает на такую страничку, где вы нажимаете на Download the SDK Now. Вот именно вот сюда нажимаете. Затем вам предложат выбрать именно версию SDK. Я выбрал R24.02. Но она должна подходить как бы ко всему. У меня немножко были небольшие проблемы по этому поводу, потому что версия Unity немножко не соответствовала версии SDK. Но в этом проблем особо нет. Потому что на данный момент R24 поддерживает как бы все. Если у вас возникнут проблемы, вы пишите. Я попробую записать отдельно о том, как решить эту проблему. Но я думаю, у вас она не возникнет. Там получается немножко несовместимость Unity 3D и SDK. Ну, далее вы просто нажимаете на эту версию. Вот здесь Installer. Windows.exe. Затем вы соглашаетесь с условиями. Нажимаете галочку. Вот я согласился. И нажимаете Download Installer. Ну, и данный файл. После чего, как бы, все. Вы скачали все три нужных файла. А именно это файлы GRE и GDK. Вы их по очереди устанавливаете. Неважно в каком порядке. Вам предложат, скорее всего, переустановить систему. В смысле, перезагрузить систему. Вот. И затем вы устанавливаете Android SDK. Ну, давайте перейдем теперь, собственно, к настройке Android SDK. И выбору самого проекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...